ты рассказываешь я как-то внутри себя провожу аналогию с шаманскими практиками потому что действительно и животные силы могут прийти в определенный период жизни и эта энергия которая присутствует с человеком но она может потом раствориться как бы то есть уже за ненадобностью 10 лет я учил тебя слышать шум моря и понимать о чем это все дальше ты научился и я здесь просто не нужен я пойду помогать другим а некоторые приходят на всю жизнь абсолютно вот и говорят просто одно одно и тоже которое называются разными словами то есть в шаманизме это называется животными силы и да и продукт в акашах говорят что духовные наставники они какие-то приходят на всю жизнь какие-то приходят прямо под определенную задачу как-то выполнили и ушли самая наверно сложная история это наставники которые пришли под определенную задачу и жизнь поменялась и он уже не нужен а мы его не отпускаем мы можем держать нас там да бывают такие истории мне кажется вот этим намерением вот например что это бессознательно да то есть бессознательно что вот есть ангел-хранитель он меня оберегает и этот ангел-хранитель уже не нужен да нет в твоей жизни больше таких кризисов его надо отпустить а ты считай что если он идет то беда случится и да и такое наставник кстати он влияет ну скажем так негативно на нашу жизнь потому что это как пятое колесо которое ехать не помогает зато зацепляет на поворотах за за все и такие наставники они не иногда могут давать такие советы излишне заботливая бабушка которая тебе говорит мне вообще никуда не ходи дома сиди вообще а то вдруг мир опасен мир для тебя уже не опасен но лично заботиться сейчас все начнем нервничать не держим ли мы каких-то наставников зверя скажи мне вот как поддерживать собственную более-менее чистоту чтобы я понимаю что это не только в духовной сфере но все-таки чтобы вот оставалось то что нужно и отпускать легко отпускать то что уже не нужно есть ли у тебя какой-то свой секрет он звучит очень просто что пусть будет так как лучше для меня мой духовный учитель говорит никогда не говори все будет хорошо скажи себе все уже оль расскажи пожалуйста про типы происхождения душ это вторая тема в том что ты мне рассказывала про меня которая меня очень сильно зацепила я нигде такую теорию не слышала но то как ты это рассказывала это насколько стройная эта система заставляет меня думать что ты действительно имеешь доступ к какой-то секретной особой информации потому что это это похоже на правду я просто каким-то наитим могу дать обратную связь действительно ли есть много типов происхождения душ и какие тебе встречались среди тех чьи хроники то читал это да это называется так хотя технически происхождение душ у всех одно то есть мы все наша душа отсоединяется от божественного источника или там бога творца не важно да кто какими-то словами называет вот эту энергию но каждая душа для своих первых воплощений выбирает те планеты вселенные галактики места где ей комфортно то есть вот это молодая душа такая юная она всегда идет там где она может учиться легко чему-то то есть там где ее энергия ее задача совпадают и легко воплощаются в том месте куда она приходит и есть такая теория что на земле 80 процентов всегда были это земные души то есть те души которые выбрали свои родины землю родины но мы же все из одной родины ну да да первыми первыми жизнь первыми да и 20 процентов всегда это так называемые звездные страники то есть те души которые уже пожили где-то еще а сейчас они ну выплощены на земле я очень люблю говорить что мы все земляне мы сейчас все земляне иначе мы бы вот не не сидели бы да 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 два глаза десять пальцев на руках посчитайте дорогие зрители вот но у души есть разный опыт у каждой у каждой души свой опыт и у какой-то у каких-то душ есть опыт воплощения не только на земле и эти знания это оптика как душа воспринимает мир она немножко у всех своя у каждого своя какие бывают звездные страники просто ты мой тип называла очень конкретно прям характеристиками я думаю да что так можно было назвать это словами можно было какие вы тебе встречались значит ко мне очень часто приходят звездные страники земные вот души которые только здесь пока только здесь потому что когда земные души наберут здесь определенный опыт они тоже пойдут куда-то еще я по крайней мере на сегодняшний день знаю более 20 вот этих групп происхождения откуда могут быть души какие-то встречаются чаще какие-то реже какие-то приходят ко мне чаще чем другим например есть например плейдянцы или сириус которые считаются что они такие родители землян и у них обычно очень много инкарнации на земле и они считаются что их здесь они здесь всегда ну на заре цивилизации и там лемурия атлантида вот они уже были на земле тогда и очень часто они тут были в то время богами ну то есть тем как которые земные дуну земляне воспринимали богами сейчас они абсолютно воплощены в человеческих телах и получают такой обычный земной опыт и им интересно именно так часть это просто из любопытства да они уже мне кажется они уже завершили какие-то такие глобальные настройки которые нужны были на заре цивилизации а теперь до наслаждаются а можно ли выделить как-то еще вот не зная это через хроники можно ли выделить серию сианца или плей и одианса ты меня пожалуйста поправь слова можно ли его узнать среди других людей есть определенные качества которые проявляются у тех или других звездных странах хотя сто процентов но получить информацию можно фрониках акаши иногда я встречаю там людей даже среди своих знакомых у меня исходя из моего достаточно уже большого опыта я могу так предположить откуда может быть эта душа хотя не всегда угадываю ловишь какие-то проявления да какие-то проявления ну то есть например плеядеанцы они обычно очень нетерпеливые у них обычно 100 миллионов дел одновременно и они очень многозадачные они все хотят всего и сразу же желательно вчера вот такие потому что плеядеанцы пришли сюда усилить энергией изменений у других людей то есть они такие каталегазаторы для других людей вот и они такие живчики да они обычно они тут давно у них они редко впадают такие жертвенные истории и очень часто пробует жизнь на вкус и вот и так и так иногда рискуют прямо реально занимаются каким-то экстремальными видами спорта не всегда но бывает вот поэтому если вот такой человек очень может быть что он с плеяда есть те которые пришли из того мира где очень много любви то есть вот этот потоки божественной любви гораздо больше чем на земле это и это люди очень часто наоборот в этой жизни бывает или очень закрытые потому что у них был такой не очень позитивный опыт там и вернуться домой они не могут на некоторые наук планеты или цивилизации уже не существует то есть этим душа некуда идти некуда идти да то есть они такие космические беженцы вот и они очень часто страдают вот эта внутренняя тоска по по дому недостижимому дому и часто они кстати бывают часто меняют места места жительства партнеров да им кажется что где-то есть вот счастье где-то за горами вот есть несколько таких групп вот таких немножко непрекаянных которые ищут где бы их полюбили чуть чуть побольше и информация вот из хроник которая приносится про группы происхождений я всегда считаю что это очень интересно но не далеко не всем она может помочь скажем так то есть иногда так она как раз помогает принять вот эту свою внутреннюю суть и понять почему же я так ищу это этот дом и вот это вот понять что принять что ах так вот почему потому что я например с хадара и тогда и многих людей разворачивает потому что вот это принятие что дом там где-то и сейчас ты сейчас выбрала землю ты выбрала это тело и эту жизнь твори здесь не ищи где-то там вот наверное самое самая редкая и самая любопытная группа происхождение это параллельные миры я их тоже встречаю это обычно очень даже в хрониках акаши вот их я вычисляю там очень легко потому что у них совсем другие энергии какого плана они по-другому ощущаются то есть совсем считается что они пришли тоже есть разные версии очень разные версии но я точно знаю что из параллельных миров дверь открывается один раз на вход и на выход если например другие звездные странники они могут выбирать землю в следующую инкарнацию выбирать там не знаю плеяды да ну хотя чаще всего они выбирают там пришли на землю уже решают здесь какой-то цикл истории хотя разные бывают истории с параллельных миров нельзя ходить вот так пришел в параллельный из параллельных миров ушел домой потом опять пришел то есть дверь вот это в наш мир с параллельных миров открывается один раз они обычно приходят с очень разными и очень такими серьезными задачами некоторые очень яркие люди например считается и они приходят часто вот очень яркие часто приходят один раз то есть пришли сюда что-то сделали или не сделали и в общем и ушли например самые яркие представители параллельных миров считается что это был Леонардо да Винчи. Кто-то погружался для Леонардо да Винчи? Нет, нет. Предположение. Ну да, это такая теория, которая есть. То есть по предположению, по каким-то определённым качествам. То есть мы не ждём на регрессию реинкарнированного Леонардо да Винчи. Он уже где-то там. Да, да. И, например, Никола Тесла тоже считается, что, скорее всего, это была душа с параллельных миров. Я правильно понимаю, что у них задача для человечества? Да, да. Ну то есть они пришли с немножко другими превосходящими технологиями сюда. Что-то мы смогли взять, что-то не смогли. Или там тот же Никола Тесла считается уже, что он уничтожил большую часть своих изобретений. То есть, видно, в какой-то момент решил, что рано. Разочаровался. Наверное, да. Не можем узнать, наверное, к сожалению. Хорошо. Есть ещё те, если я правильно помню, ты меня рассказывала, те, которые когда-то стояли у истоков создания Земли, архитектуры Земли. И сейчас они приходят примериться. Как там моё прекрасное творение? Да, да. Всё ли хорошо? Да, они приходят, есть архитекторы, они так и называются, ну, условное название, архитекторы. Про них, кстати, практически про единственные нельзя сказать, откуда душа. То есть, плеяды, там, Сириуса, Хадара, Веги, Андромеды. Они могут быть совершенно из разных мест, потому что их объединяет задача, для чего они здесь. И они очень часто приходят именно посмотреть, что происходит с Землёй, с людьми. Они очень часто являются тоже катализаторами для изменений для других людей. То есть, они такие проводники. И у них обычно очень большие задачи и очень большой список душ, которым они пообещали перед этой жизнью что-то для них сделать. То есть, это не обязательно прожить с ним всю жизнь, а именно что-то рассказать, чему-то научить, где-то поддержать, где-то провести. У них такой большой список. Соответственно, я сейчас пытаюсь с практической точки зрения. Если человек, он же человек сегодняшний, вот он узнаёт, например, о своей роли архитектора, о своём происхождении архитектора, то он немножечко может развернуться на предназначение сегодняшней жизни. Я правильно понимаю? Да, может. И у меня есть такие тоже примеры, когда девушка, например, одна занималась очень точечной работой с людьми. Она уже чувствовала свою силу в определённых вещах, но она занималась очень, скажем, индивидуальной работой. И информацией о том, что у неё такая душа с такими задачами, она поняла, что она не успеет. Вот этот огромный список таким способом не успеет. Надо что-то менять. Да, то есть она разрешила себе пойти в более масштабные действия. Я бы назвала это психотерапией по-новому. Как ты считаешь? Оль, я задам тебе необычный вопрос, немножко в сторону от нашей темы. Веришь ли ты, что есть люди, которые имеют внутри себя не только человеческий аспект, но так называемого подселенца? Сейчас просто интернет наполнен этими историями про рептилоидов, про второй разум, про они, такую вот шизотипическую историю, когда в человеке живёт два духа. Вот твоё личное отношение к этому. У меня этот вопрос разделяется на два. Во-первых, есть информация, что иногда в человеческих телах, ну, кроме, да, то есть какая-то душа с андромеды, а есть негативные цивилизации. И они точно так же сейчас воплощены в человеческих телах. Сами по себе или в плюс к человеку? Считается, что сами по себе. Сами по себе. Да, сами по себе. Вот. Единственное, я скажу честно, я не встречала... Они к тебе не приходят? Да, они ко мне не приходят. Ко мне тоже? Ни одного рептилоида. Дайте я просто ещё подреку. Так. Да, то есть я их вот так вот ни разу не разговаривала, и чтобы пошла в хроники Акаши, я сказала, знаете, вы вот негативные, с негативной цивилизацией, у вас тут вот не очень какие-то задачи. То есть не пришли, не приходят. Возможно, они это осознают и знают, а возможно, человек не хочет об этом узнавать, не приходят. Либо какие-то наставники не допускают. Да, не приходят. Не приходят. Вот. Это одна часть. Тема всяких привязанных сущностей, подселенцев, это моя нелюбимая тема. Я... И в хронике Акаши это иногда видно. То есть наличие таких привязанных сущностей. И я скажу правдой, что бывает такое, что ко мне приходят люди. То есть я не всегда их вижу. То есть если я их не вижу, это не значит, что их нету. Но если я их вижу, это значит, что они точно есть. И обычно я вижу прямо реально, ну, какая-то трэшовая история. Вот когда не заметить уже совершенно невозможно. Вот. Я не люблю эту историю, потому что я не занимаюсь чисткой. Я не занимаюсь помощью этим людям. Хотя если приходит такая информация, я не имею права ее не передать. Вот. Я советую найти специалиста, который посмотрит повнимательнее, который поможет своими способами, который хотя бы поговорит на эту тему. Вот. Потому что я в свое время как раз вот эти вот шаманские практики, когда мне... Я знаю, как это делать. Да. У меня есть... Ну, как это делать, я знаю, но когда в шаманских практиках я пошла, мне показали, как это делать, я сказала, «Оля, это не твоя война, то есть это не твоя задача, не этой жизни. Ты хочешь знать, как это делают? Это вот так делают. Надо тебе этим заниматься? Нет. Пожалуйста, нет». Вот. И поэтому я не беру на себя, в общем, такую ответственность. не могу, да, не сказать здесь, что я знаю, что очень многих мастеров чтения хроник Акаши учат, ну, дают такую информацию, что это возможно сделать через хроники Акаши. А это возможно через библиотеку. Объясни, вот как? Книга содержит просто факты. Правильно? То есть, с аналогией с обычной библиотекой. Как ты можешь поменять конец фильма, например? Переписать книгу? Ну, вот, я знаю, что так учат. И у меня, например, совершенно свой, свой взгляд и свой опыт. Потому что считается, что можно как раз попросить высшие силы, духовных наставников, ангелов. То есть, ты приходишь в хроники и делаешь запрос. «Пожалуйста, освободите моего клиента вот, например, от подселенцев». или там, от тяжести его кармических задач. И я считаю, что даже не то, что это невозможно. Возможно, это как-то, это имеет, это может быть, сработать. Может быть, сработать. Но у меня есть два замечания. Первое, и, наверное, самое безопасное для клиента, что на самом деле ничего не произойдет. То есть, человек сказал, я с тебя, в общем-то, снял, но на самом деле ничего не произошло. Это слова. Да, что это иллюзия. Что это иллюзия. Есть вторая история, что, возможно, человек, знаешь, как заплаточку поставил. То есть, рана там есть, лекопластырь, да, лекопластырь прилепил, и вроде как не видно. И это не очень как бы история, потому что человек бы, может быть, решил проблему эту, да, эту рану бы, вылечил, излечил в этой жизни, а он считает, что ее нет, и живет с лекопластырем дальше, и не проходит свои уроки. Мне вот кажется, эта история о том, ну, о мастерах, которые так делают. Я всегда задаю вопрос, а если вы отменяете, да, кармическую историю, например, а вам этот человек, душа этого человека там после жизни спасибо-то скажет, он пришел ее решить, а вы ему сказали, да, все нормально, нет, нет, нет. Такой этический момент, да? Со всякими привязанными сущностями, тут такая, знаешь, тут должна быть глубокая терапия с моей точки зрения, потому что, мне кажется, мощных, вот, мощных привязанных сущностей так не уберешь, что это очень серьезная работа, а какую-нибудь, скажем так, мелочь, может быть, и так можно, но, знаешь, как-то дырка остается, мы сняли, мы сняли, освободили от привязанной этой сущности таким способом, легким, вот. Святое место, пустынь. святое место, пустынь бывает. Какая энергия придет, может быть, еще более мощная. В общем, я считаю, что этими вопросами должны заниматься, ну, как бы специалисты, узко-узко заточенные именно на эту историю. Такие есть, есть очень достойные люди, коллеги, которым я тоже, например, отправляю к людям, которые вот этим живут, с утра до вечера, этим занимаются, много всего могут рассказать. Но я так понимаю, что общий подход такой, что если в человеке есть что-то, что вызывает вот эту подключку, есть некая структура или дыра, или кармический урок, клиента, то лучше посмотреть туда, посмотреть, насколько это ему по судьбе, как урок и так далее, чем пытаться сделать какую-то заплаточку, быстрая волшебная таблеточка. Наш с тобой подход в этом схож. Хорошо. Оля, я знаю, что у тебя есть собственная история и очень серьезная история про момент рождения, когда твоя душа приняла очень кардинально важнейшее решение для твоей жизни. И там есть большая история, которую мы, наверное, расскажем нашим зрителям отдельно сегодня, на ней не будем останавливаться. Единственное, я хотела бы тебе напомнить, что каким-то чудесным способом мы к этой истории прикоснулись через регрессию, классическую возрастную регрессию. Можно ли я спрошу тебя сейчас по истечении некоторого времени, дало ли тебе вот это осознание какие-то новые грани того, кто ты в сегодняшней жизни? То понимание, что ты приняла очень серьезное решение в момент рождения. Да, ты знаешь, да. Я очень много переосмыслила. И мне это помогло посмотреть на какие-то свои истории своей этой жизни как-то новыми глазами и принять какие-то глобальные решения про будущее. Или принять. Принять какие-то. Как для тебя выглядят хроники Акаши? Я вот знаю версию Майкла Ньютона, библиотека знаний и его регрессанты, которые погружались, в основном видели это действительно как библиотеку. Полочки с книгами. Есть какие-то хранители библиотекарей. Это рассказать. Может быть, где-то лестницу надо подставить, чтобы на верхнюю полочку залезть и добраться. У меня регрессант видел это как файловую систему в таком компьютерном современном варианте. И он там отыскивал определенный файлик. Есть теория Долореская, но с большим уважением к ней отношусь, про гобелины, про то, что это некий узор. Как библиотека знаний выглядит для тебя? И, собственно, как ты ее для себя объясняешь? Что такое хроники Акаши? Вот это очень правильный вопрос, что как это выглядит для тебя? Потому что, по большому счету, это такой энергетический слой. И чтобы нам, нам людям здесь это понять, нам надо вот эту энергию перевести на понятный, доступный нам язык. И у каждого вот этот свой внутренний переводчик, который стоит внутри, который показывает нам этот слой в привычном для каждого человека своем ключе. Поэтому, да, я знаю, кто видит это как именно библиотеку. Я... Мне, кстати, ближе вот это вот Долорес Кеннон, как оказалось. Я, честно, не знала. Гобелин. Да, спасибо тебе. Потому что я не знала, как она рассказывает. У меня это очень похоже. Единственное, это такое очень многомерное пространство. Очень красивое пространство, в которое все пронизано светящимися, очень яркими, ну, скажем так, нитями. Цветными? Да, цветными. И это очень яркие нити, ну, скажем так, гораздо ярче, чем такой земные природные краски, как немножко выкрученная... Трированная цвет. Да, интенсивность, да. И она вся пронизана вот этими энергиями. И я еще вижу кристаллы. Кстати, есть несколько таких исторических чтецов хроник Акаши, те, которые рассказывали людям как раз о хрониках Акаши. Давай назовем какие-то имена. Я знаю про Эдгара Кейси. Да, да. Вот Эдгар Кейси как раз рассказывал, что он как раз и приходил в библиотеку, и он, например, рассказывал, что она находится в одной из как бы комнат в пирамидах в Гизе. Это его была такая теория. Но понятно, что все хроники Акаши, они находятся на другом энергетическом плане. То есть его нету на физике. То есть невозможно откопать эту пещеру и зайти и увидеть эти книги. Это энергетическая такая вещь. Эдгар Кейси Эдгар Кейси Эдгар Кейси Эдгар Кейси Эдгар Кейси Эдгар Кейси Эдгар Кейси